Рецепты собирались с древних времен. Это делали и античные греки, и средневековые придворные повара королей и римских пав. В новое время приготовление пищи перестало быть вопросом бытовым и перешло в разряд искусства – кулинарии. Греки уверяют, что самая первая кулинарная книга была написана именно в Греции, еще в IV веке до н.э. Первые в истории описания кулинарных рецептов были найдены в греческих колониях, расположенных на острове Сицилия. Поскольку страна лежит на берегу Средиземного моря, большая часть рецептов в ней описывают блюда из даров моря и рыбы. Мартина был автором первой современной кулинарной книги, написанной примерно в 1460-х годах. Она называлась «Книга по кулинарному искусству». В ней впервые рецепты описывались подробно. Это была рукописная книга, переплетенная в толстый картон и телячью кожу. На 65 листах уместилось 240 рецептов. Еще в Древней Греции возник культ Акслепия – мифического врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его дочь Кигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной помощницей была кухарка Кулина. Она стала покровительницей поварского дела, получившего название «кулинария» от слова латинского «кухня». В древнейших письменных памятниках Вавилона, Египта, Китая и Арабского Востока уже содержатся записи отдельных кулинарных рецептов. Древний Рим, чья аристократия утопала в роскоши, обнародовал первые кулинарные книги в I веке н.э. Одна из них – «Десятитомный труд. Целия – апицция». Первую французскую кулинарную книгу написал в 1375 году Гийом Тирель, повар Карла V, и она вышла в свет в единственном экземпляре. Она называлась «Мясная книга». Еще ее называют «Приготовитель мяс к столу предназначенных». За свой труд он получил дворянский титул и герб – «Три кастрюли в обравлении шести роз». Известно, что кулинарные книги появлялись в Китае полторы тысячи лет назад. Большинство исследователей сходятся на том, что сборники рецептов были написаны раньше, чем Библия. В Ватикане первая поваренная книга написана в 1470 году. Она была набросана неизвестными монахами на латыни и называлась «Добродетельное удовольствие». В 1508 году была выпущена типографским способом первая поваренная книга в Англии. В 1742 году появилась первая кулинарная книга в США. Это была переизданная английская книга «Полная книга домашней хозяйки». В 1798 году выпущена чисто американская поваренная книга «Амелия Симона», которая называлась «Американская кашеварня». Первым протосборником кулинарных рецептов в России стал домострой – кодекс семейных правил и грамотного ведения домашнего хозяйства. Его создал духовный наставник и сподвижник Ивана Грозного протопоп Сильвестр в середине XVI века. Рецепты в современном понимании эти тексты называть сложно. По большей части автор давал указания, как лучше и еду, и питье держать всегда. По мнению Сильвестра, запасать впрок – дело мужское, грамотно распределять – дело женское, правильно хранить обязанность ключника, державшего ключи от продовольственных закромов. У господской семьи рацион был богатым. В книге приводятся примеры мясных блюд. Похлебка из бараньих потрохов, баранья печень, заправленная яйцом и луком, начненная овсяной кашей и шкварками говяжьей почки, студень из рубцов и губ корови. И рыбных. Уха из копченой рыбы, икра черная, рыба вяленая. Мучных изделий – пироги и блины с грибами, маком, капустой. Сладости – орешки в сахаре. Из напитков домостроя можно найти воды брусничные, квас яблочный, медовые взвары, вишни и груши в патоке, малиновые морсы. Для семей Челяди и нищих Сильвест рекомендовал пищу скромную и постную. Профессиональный подход к кулинарии в Российской империи начал формироваться в конце XVIII века. Появились учреждения, где можно было поесть вне дома. Кухмирские, трактиры, рестораны. Знакомство с западноевропейскими странами привнесло в жизнь высших слоев общества новые пищевые привычки и блюда. Прежде всего итальянские и французские, которые необходимо было систематизировать. Взялись за это дело просветители. В 1779 году Сергей Друковцев выпустил краткие поваренные записки, став автором первой книги кулинарных рецептов в современном понимании. Происходил он из дворянского сословия и потому был знаком с разнообразием зарубежных кухонь. Помимо собирательства рецептов, он участвовал в работе вольного экономического общества, занимался выпуском экономических наставлений дворянам, крестьянам, поварам и поварихам. Собирал русские народные сказки. Друковцев описал необходимое устройство поварни для лучшего приготовления пищи. В трех частях изложил кулинарную теорию о супах, о соусах, о рыбном кушании. 22 рецепта супа из говядины, курицы, раков, крапивы и даже вишни. 41 способ приготовления рыбы – лосося, леща, стерляди, щуки, осетрины. 121 рецепт соуса. Под соусом автор понимал не жидкую приправу в гарниру, а основное блюдо – соусы из цыплят, индейки, голубей, говядины, свинины, дичи и другого мяса. Переводчик, собиратель загадок и сказок, экономист, хозяйственник Василий Левшин анонимно издал словарь поваренного, беспешничего, кондитерского и дистиллираторского в 1795 году и русской поварни. В первой книге он собрал рецепты разных кухонь – поварни берлинской, австрийской, саксонской, богемской. Второй труд стал первой кулинарной книгой по национальной кухне. Левшин разделил ее на две части – стол «Несоед» и стол «Пост». Каждый раздел он оставил в виде подач современных блюд. Первая подача содержала холодное кушанье, покорок буженины, студень свиной со сметаной и френом, дичина под сливами и другие варианты. Вторая – горячее кушанье, щи с говяжьими коляшками, лапша с курицей, ушное, свечок говяжий, чищенный, свиной желудок. Третья – это взвары, луковый, клюквенный, селянки и жареная, жареная в имя коровья, варанье мысли. Четвертая – это пирожные, пирог блинчатый, сладкий с пастилой, оладьи сырные, сочный, каши и прочее. Каша размазня из манных круп, гречневая червячками, грибы жареные в сметане. Постное меню было таким же разнообразным. Единственным минусом издания стало то, что автор не указывал соотношение ингредиентов. В начале 19 века собирать кулинарные рецепты стало модно. Регулярно выходили новые сборники, составленные то влеченными князьями, то владельцами трактиров. В журналах появлялись кулинарные вкладыши, правда, писали их мужчины. А первой женской подборкой советов на кухне стала «Ручная книга русской опытной хозяйки» Екатерины Авдеевой в 1842 году. Ручная книга состояла из трех частей и обращалась не к высшим знаниям, а к быту людей среднего состояния. При жизни автора книгу переиздали более восьми раз. В отделении первого Авдеева включила русский стол, национальную кухню с супами, щеленивые сибирские пельмени, холодными и жаренными блюдами, кашами, караваями, блинами, сладкими пирогами. Во второе – общий стол. Рецепты зарубежной кухни. Супы, соусы, паштеты, пирожные и мороженое. В третье – рыбные блюда и соусы. Четвертый раздел Авдеева посвятила постному столу, а пятый – разным кушаньем, малороссийский борщ, пампушки, пудинги. Покорила вершину кулинарного Олимпа Елена Молоховец. Ее книга «Подарок молодым хозяйкам» или «Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» 1861 года при жизни автора издавалась 29 раз, достигнув тиража в 300 тысяч экземпляров. Издание было очень популярно и имело с десяток фальшивых аналогов. Сирота, выпускница Смольного института благородных девиц, Молоховец была женой архитектора Франца Молоховца и матерью десятерых детей. «Кухня – это в своем роде искусство», – писала она, «а свой труд составила исключительно для молодых хозяек, чтобы доставить им случай без собственной опытности и в короткое время получить понятие о хозяйстве вообще и чтобы тем приохотить их заниматься хозяйством». Книга была необычна для своего времени. В ней содержались подробные таблицы меры и веса, цены на рынке, советы по выбору ингредиентов. В первом издании было собрано полторы тысячи рецептов русской и мировых кухонь. В последних более четырех тысяч. Писательница постоянно корректировала их в соответствии с новыми трендами. Включила свою работу она в первый реестр домашних обедов на целый год. Ежедневник повара с расписаниями на каждый день блюдами. Книга ее была настолько популярна, что в 1930-е годы Евгений Замятин писал, «В эмиграции» два наиболее ходовых автора. На первом месте Елена Малаховец, а на втором – Пушкин. Поскольку еда является важной частью жизни, неудивительно, что она является также частью литературы. По литературным источникам можно проследить историю развития культуры питания, особенности кухонь разных стран и народов, отследить кулинарные предпочтения эпохи, описываемой в произведении. Современные кулинарные книги, как правило, хорошо иллюстрированы, а кроме рецептов могут содержать советы по сервировке стола, правильному питанию, выбору продуктов и кухонной техники. Рецепты можно найти и на страницах периодических изданий, например, в журнале «Лиза» или газете «Дачная». Продолжение следует...